Добрый день, друзья! Сегодня у нас 19.02.2019 год. Я сегодня отработал фотосессию на свадьбе, на выкупе девочки. Там уже приехали за ней женихи. И вы сейчас... Женихи! Жених! Блин, что это? Я так долго этого говорю. Хочу Викторию поблагодарить за подогнанную мне работку и всех вас, друзья, попросить подписаться на ее канал. Ссылочка будет в описании. Если вдруг кому-то надо что-то организовать, а как она организовывать, вы посмотрите немножко далее. Посвятим вас в таинство свадьбы. Ну и в сам стол, как был накрыт. Будет, в общем, ссылочка в описании на ее канал и номер ее телефона. Я все сказал. Сегодня я взял с собой помощницу. Здравствуйте, помощница. Она с сумочкой. И, возможно, сегодня получится искупаться. У меня дико надежда есть, что это получится. Температуру воздуха еще не замерили. Ну, дальше будем пробовать. Всем хорошего солнечного настроения. Сначала на свадьбу, а потом на море. Поехали! Итак, ребята, у нас есть возможность посмотреть на оформление от Виктории. Как она оформляла фуршетный столик. Какая красотища. Вау! Вот это я сразу даже не разглядел. Ребята, такое вижу вообще впервые. На многих свадьбах был. Ну, чтобы сердечко такое красиво стояло. С фруктов, которые можно скушать, я еще не видел. Кто-то уже рюмку пошевелил. Красотища. Так, здесь еще есть вот такие вот нагурцах. Бутербродики. Я все буду фотографировать. Здесь уже сок налит. Давайте, в общем, картинку покажу. Здесь гладят ночнушку. И самое интересное. Пока даже еще жених не видел. Можем заглянуть вообще. Батюшка, вау! Если успею, я вам еще невесту подсниму. Вот так она будет выглядеть. Пишите в комментариях, как вам такая вставочка. Как работа Виктории на всякий случай. Вдруг кто-то захочет вам на фуршет попросить оформить Вику. Любая организация праздников. Будет ее номер телефона под этим видеосюжетом. Но также ссылочка на ее канал. Вот такое качество, не переживай. Так, это у нас невеста. По машинам всем тебе счастья, удачи и всего самого хорошего. Такая красота получилась. Еще хачапури принесли. Ну и собственно, больше 200 фотографий, ребята. Пару часиков поработаем. Сейчас чуть-чуть посмотрим, как там свадьба. Собственно, сама свадьба. Мне надо выбраться отсюда. А все заходят только обратно. Ох, ох, ох. Пошел, 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 пошел. Так, я сюда пройдусь. Ух ты. Вх ты. Рубик, ты у нас не жених. Рубик, ты у нас не жених? Ну я только невесту снимал. Здорово. Ну все, теперь как выбраться на улицу вообще непонятно. Вот жених образовался. Тебя поздравляю, желаю счастья в семейной жизни, чтобы все было хорошо. И радую невесту, чтобы она не плакала, всегда улыбалась. Но у тебя мама улыбается. Заставлял как мог. И собственно как здесь все украшено. Это вот вход в дом и количество людей на улице машин. На эфире было видно, когда я подъезжал. Здесь вообще никого не было. Прошло пару часов и все. Теперь куда мне ехать вообще непонятно, ребята. Вся улица в машинах. Но это у нас получается картеж. Такой у них будет лимузинчик. Ладно, молодым счастья, а мы на мостах. И мы не будем свиньями. Мы вот обойдем эту машину и пойдем поправим. О, вот так вот можно классно идти. Мы находимся возле ресторана Ковчег. Буквально недавно я снимал про золотую бухту. Самые дорогие квартиры. Как раз одну из них мы без ремонта показывали сюда. Сейчас видим, как все красиво. Посмотри, под солнцем смотрится. Смотри, вот мы просто. Великулепно, белиссимо, красиво. Надеюсь, вам свадьба понравилась. Всех поздравил невесту и жениха от всех вас, ребят. Так что должно быть все хорошо у них. Будем надеяться. Встретил друга своего, которого давным-давно не видел. Ему фотографии сделал. Да, то есть там Рубик был. Хороший парень. Давно с ним общаемся. Ему громче привет. Может не будешь купаться? Все в куртках, да. Отозрительно, Юр. Нет, лучше сегодня не рисковать. Какой-то пронизающий. В Анапской, там где я был, я вышел, сел в машину, показывал 16. Машина стояла на солнце. И потом 12. Опустилась температура. Видите, где он приехал, плюс 4. То есть сейчас в море, видите, ребята, но... Кроме лебедей никого в море нет. Так что, я думаю, ты сегодня не будешь купаться. Кроме лебедей. Да. Им нормальная погодка для купания. Вон, женщина купается. Вон, поплыла. Это лебедь. Это лебедь. Сейчас, ребят, покажу. То есть Светка выдумывает. Сейчас, две секунды. О, все нормально. Человек плавает, наслаждается. Красота. Может, вообще не ходить на боре? Слушай, мне очень нравится зум на моей камере. Да, может, это, погода. Я вангую. Температура моря хорошая. Человек в Анапе купается. Прям хорошо купается. Блин, я прям завидую. Света, пошли. Слушай, то место, где лето не заканчивается. Да, это малая бухта в городе Курох-Тианапа, друзья. Если вы решили... Говорят, кстати, когда птицы плавают в воде, лучше не купаться. Можно что-то заболеть там. Да, да, да. Подцепить и так далее. Да, да. Света сейчас скажет все, что угодно. Лишь бы не купался. Ну, вообще, плюс 10, если есть температура. Да. Мы замеряем температуру водички. Если она адекватная, то можно будет хотя бы просто окунуться. Для поднятия бодрости духа, потому что... Можешь, я вангу плюс 15 подниму? Ты чувствуешь, да, что 10 может быть? Я не хочу, чтобы ты купался. И мне живой здоровый нужно. Сейчас прям холодный ветер. Смотри, здесь что-то делает, навес какой-то уже. В общем, у нас Анапа не стоит на месте. Придумывают новые... Золотая бухта начала расстраиваться. Уже? Да. Думаешь, пора? Ну, я надеюсь, что еще нет. Кстати, я вот так понимаю, это вот уже пандус тут пытались построить, но потом что-то забросили. А там был бесплатный туалет просто. Я в него ходил бесплатно как-то раз. Окошко тоже следит. Уйди, чтобы тень твоя твоя не падала. Кс-кс-кс. О, привет. Красиво сидит. Он очень следит за строителями. Что они там делают без нее? Малую бурту пришло, в принципе, нормальное, так сказать, количество людей. Но прохладно возле моря. Нет, мы не будем купаться. Все зависит от воды, свет. Температура воздуха 6,5. Вот. В Анапске надо было оставаться. Да. Там было очень тепло и хорошо. К сожалению, день рожденница. Вот тоже мужчина пошел, 100% будет купаться. Вот там даже втроем. Вот моржи. Почему моржи? Обычные местные жители города-курорта Анапа, которые приходят искупаться. О, смотрите, как ребенок бежит. Красота. Прям солнечное настроение. Человек купается, даже с моря выходить совершенно не собирается. И с уточками. Отлично. Смотрите, зато какая чистая вода, ребят. Не знаю, там лебеди, уточки, чего вам мешает. Тепло. Нормально. Сейчас померим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали покупать? Я не купаться пришла. О, тоже будете купаться? Вот отлично. Мы вас тогда будем снимать, раз и я вдруг не полезу. Наши подписчики. Это вообще прекрасно. И смотрим на водичку. Но пока будем смотреть водичку, друзья. Сегодня будет немножко по-другому видео. Послушаем шум прибоя, моря. И посмотрите, как красиво. Оно блестит. Не знаю, на камере будет или нет. А я буду замерять температуру в это время, чтобы не тянуть, так сказать, погодный сюжетик. Как купаются люди, мы увидели. Сейчас еще одна наша подписчица будет купаться. В общем, наслаждайтесь этими видами. Если вдруг температура там будет возле 10, то и я залезу туда. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, можно посмотреть на массовое купание наших подписчицы и посмотреть, как они наслаждаются волнами, морем этой красотой. Я вас всех жду в комментариях, друзья, не забывайте ставить лайков, написать что-нибудь ребятам ободряющее, потому что они будут читать эти комментарии. Тут вот лебедь рядом плавает. И если вот, как писали, что нельзя купаться там, где плавают птицы в водоемах, то, к сожалению, там в море вообще купаться нельзя. Потому что в водоемах у нас везде птицы плавают. Лебедей здесь никто кормить не стал, и они грустные куда-то вон поплыли, искать, кажется, халяву в другом месте. Так вот. Что за чудные моменты наслаждения, да? Я, по-моему, так далеко не заплывал, да? Мне понравилось, кстати, как ребята вообще в шапочках пошли. Я плаваю в такой шапочке, они вязные, то есть они голову не мочат, а плавают сверху, и что просто уши не надуло, и было тепло в голове. Вот вам еще одно массовое купание в городе-курорте Анапа. Эх, прекрасно. Что вы думаете? Вот мне просто интересно, что тут на старости сможешь так тоже прийти, потом со мной купаться? Я буду просто приходить, тебе полотенце поддерживать, я купаться не буду. Почему? Но я не можешь. Еще один купающийся в Анапе. С тапочками. У нас это нормальное состояние, 4 человека, заплыв. Ох, ой, как я ему завидую, а, просто. Свет, может, ты отвернешься, я как-нибудь искупаюсь? Я видела, там я была, нестеряно. Она специально подошла. Я в прошлый раз ее, кстати, подманул, там было 9,4. Ты сейчас чувствую паночку до 12 себе поднимешь. Я тогда трое лето буду купаться, Зай, я уже хочу. Нет, на самом деле, сегодня я, если бы 10 было, я бы искупался, но ниже боюсь, так как я вчера спину чуть-чуть сорвал, переворачивая лавочку. Зай, зайди в Google, в Google Кип, по-моему, там у меня записано, привет надо передать. Ох, ох, ох. Так они вообще выходить не собираются, так понимаю. У них там все хорошо в море. Так, Андрей Владимирович С. перевел 1000 рублей, сообщение на Бук и Абрао Дюрсо. Благодарю за поддержку, во-первых, нашей поездки, то есть у нас было 100 рублей от Сергея Березнякова, ему тоже огромное спасибо. И хочу вам выразить благодарность и за то, что задонатили нам еще и на ноутбук. То есть потихонечку денежку там копим. Значит, в ближайшие дни мы поедем туда. Тут еще ребята нашлись, которые хотят съездить в этот, в Геленджик. И, возможно, еще будет поездка у нас в Геленджик. Так что ждите на канале, скоро будет вполне себе такое интересное мероприятие. Вот так вот. Скажите, что не лето. Доцепить бы побольше людей, купающихся, на одну фотографию, было бы вообще неплохо. Дам отдельно, все отдельно. В общем, купание полным ходом, так сказать. В общем, друзья, тепла в ваши города. Всем огромное спасибо, что купались вместе с нами. По крайней мере, в своих мечтах. И хорошего всем солнечного настроения. Вот от меня и от всех этих людей, которые пришли заряжаться именно в море. Троиха считалась пятеро. Да, вот пять человек. Двое, одна. И вот уже много людей накупались и все побежали по домам. Дальше греться, пить горячий чай. Приезжайте, в Анапе хорошо даже сейчас. И пойдем. Вот видите, люди после купания. Есть у нас такая вот вещь, как бы, куда можно зайти переодеться, попить чаечко. Здесь есть и М, и Ж переодевалочки. Так что Малая бухта будет рада всем гостям. Ну что, море, голубя, пока-пока. Всем хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok